Четвертая песня, глава двадцатая, текст тридцать первый. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Более того, он не просит на него даже духовный благ. Он безроздельно облегался каковному Господу, найдя пробежище у него логостных столб, поэтому Господь сам заботится о нем. Об этом говорится Ахбакова, Питера, 17, 66. Ахам твам сарапапи йо мокша-ши-а-ми. Отец знает все нужды своего сына и сам заботится о том, чтобы у него было все необходимое. Подобно этому, духовный Господь знает нужды живых существ и обеспечивает их всем сполна. Вот почему в Иши Панишах сказано, что материальный мир является самодостаточным. Беда в том, что живые существа, забыв о своих взаимоотношениях с Богом, создают ненужные потребности и запутываются впоследствиях своей материальной деятельности. В результате они, живые за жизнью, занимаются материальной деятельностью, которой не видно конца. Нас окружает великое множество самых разных живых существ, и каждая из них вынуждена переселяться из одного тела в другое и заниматься той или иной деятельностью. Однако наш долг – просто предаться духовному Господу и дать Ему возможность заботиться о нас, ибо Он лучше знает, что нам нужно. Придху Махараджа, therefore, tells the Lord that, as the Supreme Father, He may elect to restore whatever He considers beneficial for Придху Махараджа. Вот почему Придху Махараджа обращается к Господу, как к Верховному Отцу, который может даровать Ему то, что сочтет нужным. Такую позицию должно занимать каждое живое существо. Поэтому в одном из стихов Шикшатаке 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 Придху Махараджа обращается к Господу. О всемогущий Господь! Мне не нужно ни богатых, ни прекрасных женщин, ни многочисленных последователей. Единственное, чего я хочу, это бескорыстно служить теперь жизнь за жизнью. Конклюзия. И так чистый преданный не должен заниматься преданным служением ради какой-либо материальной выгоды, и пролещаться обладами кармической деятельности или философских поисков. Долг преданного. Всегда служить Господу, стремясь доставить Ему удовольствие. В этом заключается высшее совершенство жизни. О мой Господь! Находясь во власти Твоей иллюзорной энергии, живые существа в материальном мире забыли о Своей истинной природе, и в неверостной Своем постоянно ищут материального счастья в мирском общении, дружбе и любви. Поэтому, пожалуйста, не проси меня принять от Себя материальные дары. Вместо этого, как Отец, который делает для Своего Сына все необходимое, не дожидаясь покосы вопроса типа об этом, даруй мне то, что, по Твоему мнению, несет мне истинное благо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Надханам дхана означает богатство. Надханам означает никаких богатств. Надханам джана означает последователи. Здесь речь идет о матерических последователях. Потому что естественным образом, когда человек проповедует Зазнание Кришны, некоторые люди хотят за Ним следовать. И Вайшнам понимает это от лица Господа Кришны и своего духовного учителя. Надханам здесь речь идет о матерических последователях. И в этом Вайшнам не имеет никакого интереса. Надханам на Сундари Кавитам здесь речь идет о... О том, что преданный не нуждается в прекрасных женщинах, и ему не требуется противоположный Бог для общественных наслаждений. Он не заинтересован в термической деятельности. Прославленный в Ведах цветистым языком. Вайшнам — все это неинтересно. Джагадиша — О Господь Вселенной. Джанмани — жизнь за жизнью. Ишварей unto the Supreme Personality of Godhead. Ишвара. Ишварей unto the Supreme Lord. Верховному Господу, Верховной Личности Бога. Бхаватат, бхаватат means let there be, let there be. А бхаватат означает пусть так будет. А что будет? Жизнь, за жизнь. Что будет? Бхакти. Пусть я буду занят чистым преданным служением, жизнь за жизнью. Ахайтуки. Без корыстных, без какого-либо материального мотива. Твои и Тебе. Вот почему Шетана Махарху дал нам этот стих. Для того, чтобы объяснить живым существам, как следует правильно повторять Святое Имя Господа. Саддака должен дойти до этого уровня. Что означает слово Саддана? Есть, конечно же, много значений этого слова. Но в контексте Шекшаштата и слово Саддана означает процесс повторения Святого Имя Господа. Это основное определение Саддана. Это основное определение слова Саддана. Воспевание Хари Кишны. И как нужно правильно воспевать? Для этого нужно следовать разным правилам и предписаниям. И все они предназначены лишь для того, чтобы правильно повторять Хари Кишна Махамантру. Все правила и ограничения предназначены для того, чтобы улучшить и усилить наше разбивание Хари Кишны. Потому что если Саддака, преданный, который практикует преданное служение, то его истинная духовная сущность не проявится. В этом стихе Шекшаштата и слово Бхакти имеет отношение к внутренним, а внутреннему состоянию Хардини Шакти. И вот это внутреннее состояние Хардини Шакти не может проявиться. Оно не может проявиться. Что означает проявиться? Превратиться в Бхава. Духовные эмоции. Не сентиментальные эмоции. Как у Сахаджиев. Их эмоции не духовные. Это перевернутые эмоции. И они делают совершенно наоборот. Они не будут воевна Господа. Они Его разочаровывают, как странно. Почему? Потому что это искусственно. А материальные привязанности до сих пор находятся в их сердцах. Но Саддака должна избавиться от этих материальных привязанностей. И, конечно же, мы знаем, что этот процесс не сложный. Каков наш процесс? Как мы избавляемся от этих материальных привязанностей? Каков процесс? Да, мы повторяем Хари Кришна, но тем не менее материальные привязанности остаются. Не так, что каким-то термическим образом материальные привязанности уходят. Преды много лет, повторяя Хари Кришна, и тем не менее материальные привязанности остаются. Что же с ними делать? Задействовать их служение Кришне. Да, правильно. Задействовать их служение Кришне. Не просто ждать и ждать много лет. Ждать год за годом. Так мы можем вечность ждать. Но их нужно занять в предном служении. Часто Шилакраупада приводил в такой пример. Если у вас есть материальное желание, материальное желание красить, то красите для Кришны, рисуйте для Кришны. Или, например, ваша материальная привязанность играть музыку. Играйте музыку для Кришны. Или, например, у нас есть материальная привязанность готовить к кухне. Готовьте к Кришне. Таков наш процесс. Мы все занимаем в служении Кришне. И тогда все очищается. И, конечно же, мы постоянно повторяем Хари Кришну. И занимаем все свои желания служению Кришне. Таков процесс. Таков процесс. Пока у нас есть эти материальные желания, привязанность к деньгам, последователям, женщинам, амминистической йоги. То бхакти, которая развивается в нас, не является истинным. Это тень бхакти. Не настоящая. Как тень. Мы легко можем понять разницу между объектом и тенью, которая падает от этого объекта. И вот садхака должен избавиться от этой бхакти, подобной тени. Иначе, опять-таки, это уттама бхакти не проявится. Чистое бхакти служение невозможно. И я думаю, что именно в этом состоит бой, в котором участвуют многие бхакти. Они практикуют тень бхакти, но в то же время надеются на высшее совершенство. Но так не произойдет. Это сражение. Поэтому так важно следовать наставлениям Гуру. Его наставления могут быть очень простыми. Повторяй свои круги. Делай это. Каждый день. Гуру может дать простое наставление. Изучай книги живоправпады. Делай это. Как, например, у нас была встреча в Майяпуре. Это самка для международных лидеров. Более одной тысячи лидеров Исконса в Майяпуре. Мы замечательно провели время. Было много семинаров. Также выступали члены GBC. Много обсуждений было. Это было очень направляюще. Потом нам раздали анкеты, которые мы должны были заполнить. И там были такие вопросы. Сколько раз вы прочитали Бхагават-бхагават-бхагават-бхагават-бхагават? Как много раз прочитали Шимах-бхагават-бхагават, мы читаем наши дамы и дамы и дамы. Вы регулярно читаете сегодняшний вопрос бхагават-бхагават-бхагават-бхагават? И результат этого вопроса был шокирующим. Наши преданные и даже наши лидеры не читают Нижего Павлопада регулярно. Итак, наставления в Гуру могут казаться очень простыми. Регулярно читайте книги, повторяй. И конечно же Рахума будет вам говорить, я и так это делаю. Мне нужны какие-то особые наставления. Вот это вам и особое наставление. И мы должны им следовать. Мы должны искренне стремиться отчитать книги Шива Павлопада по меньшей мере час или два. Однажды Шива Павлопада дал такое наставление своим лидерам. Он сказал им, читайте мои книги четыре часа в день. Он прям так и сказал, я хочу, чтобы лидер Искон читали мои книги четыре часа в день. Если мы будем так делать. Если мы каждый день будем погружаться в этот удивительный мир Кришна-катхи, философии. То мы совершим продвижение сознания Кришны. Мы будем становиться духовно все сильнее и сильнее. Мы станем настолько сильными, что другие захотят следовать нашему примеру. Таким образом вы также станете духовным лидером. Другие люди будут бегать за вами. Другие люди будут бегать за вами. А могут немного объяснить? Я хочу побольше тебя услышать. Объясни, пожалуйста, это. У меня есть вопросы. Это произойдет с каждым, кто честно исполняет наставления Гуру. Вам этого не избежать. У вас будут последователи. Потому что Бхакти, чистое бредное служение имеет ту же природу, что и Кришна. Оно все привлекающее. Даже Господь Кришна привлекается чистым бредным служением. Что уж говорить о нас. Каждый из нас будет привлечен чистым бредным служением. Положительно или отрицательно. Некоторые привлекутся, некоторые будут его ненавидеть. Я ненавижу этих чистых бредных, терпеть не могу это чистое бредное служение. Но таким образом они также привлекаются. Но если бредное служение не практикуется в чистом виде, то никому на него нет дела. Потому что оно не привлекает. Даже тот, кто практикует, не привлекается. Все так сложно. Повторять сложно. Читать сложно. Все очень сложно. Поэтому мы должны избавиться от этого бредного служения, которое подобно тени. Для того, чтобы мы сами больше привлеклись им. И так, чтобы другие тоже привлеклись. У Шивы Бхакти Мадхакура есть замечательная песня. Он молится Господу Кришну. Он учит нас в процессе полного предания Кришны. В первую очередь Он хочет предложить свой ум. Манаса означает ум. Поскольку ум является причиной всех материальных привязанностей и умудрительных философских манифий. То в первую очередь в предном служении мы должны контролировать ум. А совершая предное служение. Поэтому Он говорит, что Манаса. Манаса означает «майн». Деха имеет отношение к чувствам, к телу. Шарира. Шарира означает чувство, тело. Итак, чувства и ум должны быть преданными Кришне. Геха – это предупределенное слово. Со словом «гриха» означает «дом». Его тоже нужно предложить Кришне. Как превратить свой дом в место поклонения? У вас дома есть божества, вы им поклоняетесь. Практикуете предное служение дома. Это способ, как предложить свой дом Кришне. Все наши имущества – это ум, тело и дом. Здесь Шива Паптинодха использует имя Кришне – Нанна Киша. И Шива Паптинодха использует, что Кришне нравится, Он предпочитает, когда Его называют этими именами. Это имена Кришны, которые состоят из имен Его преданных. Это удовлетворяет Кришну еще больше. Когда мы зовем Кришну по имени Кришна, Кришна, разумеется, доводен. Но если вы зовете Его Нанна Киша, то Он рад еще больше. Потому что в этом имени названы имена Его преданных. Я предлагаю тебе свой ум, свое тело и свой дом. Счастье или горе – не важно. Я просто поклоняюсь к Кришне и предаю силу. Я занимаюсь предным служением благодаря Кришне в счастье и горе. Потому что счастье и горе приходят и уходят. Сегодня я счастлив, завтра у меня депрессия. А чего еще можно ожидать от этой материальной жизни? Она подобна тюрьме. Иногда чуть-чуть радости. А иногда очень плохо себя чувствуешь. А этого можно ожидать от нахождения в тюрьме. И даже занимаясь предным служением, мы также должны понимать, что мы находимся в этом материальном мире. Иногда у нас беспокойство, страдание. Ну и что? Все равно я занимаюсь предным служением. Это означает решимость. Что там происходило, я все равно продолжаю свое предное служение. Я продолжаю погоняться Кришне. НИТТАНА СПАТИТУВА АДИКАР Кришна, ты можешь делать все, что угодно со Своим слугой. Это Твое право. Кришна может поднять меня или прогнать. Неважно. Я его владение. Я его имущество. Это не мое положение приказывать Кришне, что делать. Я его имущество. Подобно тому, как ребенок полностью зависим от своих родителей. Ребенок никогда не просит своих родителей защитить его. Вы никогда такого не увидите. Потому что он полностью предан к ним. Он полностью зависим от защиты своих родителей. Для садаки, которые находятся на уровне следования правилам и предписаниям, для него нормально просить Господа о защите. Ничего сложного, ничего неправильного об этом нет. Но те, кто более прогнуты. Те, кто полностью предан к Кришне. Они даже не молятся о защите. Потому что они не знают ничего больше. Подобно тому, как ребенок не знает ничего, кроме того, что родители о немцах болятся. Родители даже боятся, когда ребенок недалеко чуть-чуть от них отходит. А ребенок не думает идти кому-то за помощью. Как только он отойдет немножко от родителей, они сразу же переживают. И сразу же ребенок возвращается. Это подобно тому, как преданный полностью предался. Он никуда не уходит, не ищет там защиты. И он знает, что Господь всегда его защитит. Но даже если Господь не хочет его защищать, ему это не важно. Это право Господа. Он может делать все, что захочет. Потому что преданный знает все это для моего блага. Я не хочу жить жизнью непреданных. Даже если я рожусь, как Господь Брахма. Если этот Брахма не преданный, я не хочу такой жизни. Пусть лучше я рожусь насекомым. Но насекомым, которое живет в доме преданных. Это означает жизнь за жизнью. Если Господь захочет, я могу родиться вновь. По какой-либо причине. Но, пожалуйста, Господь, проявил мне заботу. Позволь мне родиться хотя бы как насекомое, но в доме преданных. Бхахта-бинок-ко-хи-шум-кана. Кана – это прекрасное имя Кришны. Мой Господь Кана Кришна. Ты возлюбленный Радхарани. Ты моя жизнь и душа. Пожалуйста, защитите меня. Вот такая замечательная молитва Шилы Бахтиноя. Есть очень много похожих молитв. Например, молитва царя Кулашихара. Друва Махараджи. Ахлада Махараджи. И эти молитвы имеют подобное значение. Он хочет полностью предаться Кришне. У него нет никакого другого желания. Это означает любовь Кришне. И когда эта любовь Кришне в сердце постепенно разрывается, тогда преданного уже не отвлекают материальные объекты. Какие-то вопросы есть? Гурмаградж, в лекции Вы сказали, что предный не просит защиты у Кришны. В вашем классе Вы сказали, что Бхатимонатхакур в своей молитве просит защиту. Потом Вы сказали, что Бхатимонатхакур в своей молитве просит защиту. Насколько я понял из лекции, предный должен просить защитить свою Бхатимонатхаку. Речь здесь не идет о материальной защите. Я боюсь чего-то материального. Я использую свой дом. Кришна, пожалуйста, защити меня. Защити меня означает защити мои материальные привязанности. Защити вещи, которым я привязан. То есть страх. Вы чего-то боитесь. Опять-таки это материальное. И тогда умолитесь. Кришна, пожалуйста, защити меня. Но даже Пархат Мухараджа. Он был полностью предан Кришне. Но он также говорит в своих молитвах. Я не боюсь твоих острых когтей. От твоих ужасных клыков. Я не боюсь этого. Но я боюсь материальной энергии. А из-за которой я могу забыть твои лотосные стомы. Итак, эти чистые преданные учат нас таким образом. Если есть что-то, чего мы должны бояться, то это забыть Кришну. Мы можем просить Кришну о такого роде защите. Пожалуйста, защити меня, чтобы я не забыл твои лотосные стомы. Все деньги, они приняты Кришне. Или говорят, все деньги приняты Гуру. Все деньги приняты Кришне. Все деньги приняты Кришне. Моя лакша приняты Кришне и Гуру. Что нужно сделать, чтобы это осуществилось? Как это применит Кришне? Как он может выполнить это? Как он может сделать это, чтобы все деньги приняты Кришне? Как он может сделать что-то? Чтобы понять, что все деньги приняты Кришне и Гуру. Нужно занять эти деньги в служении Кришне. Прежде всего мы обсуждали это. Если вы привязаны к деньгам, займите их в служении Кришне. Разумеется, грехаска должен поддерживать себя. И это также не является материальной деятельностью. Это просто происходит для поддержания предного служения в его семье. для того, чтобы его семья могла мирно и спокойно повторять Кришне дома. Он должен создать эту возможность. Это не материальная деятельность. Но грехаска должен практиковать духовную жизнь дома. Иначе опять-таки будут материальные привязанности. Если он имеет материальную привязанность, он однозначно будет иметь материальную привязанность, и ему не нужно имитировать чисто средств. потому что это вдохновляет его думать о Кришне. Я услышала, что преданный может просить Господа защите, но так как он имеет материальные привязанности, он имеет материальные привязанности, и поэтому ему не нужно имитировать чисто средств. Потому что это вдохновляет его думать о Кришне. И если есть определенная опасность материальная, вместо того, чтобы кричать «А!», он должен кричать «Кришна!». Это очень хорошо. Тогда он думает о Кришне. И поэтому Кришна иногда не против того, чтобы в усаднике были определенные проблемы. Хорошо, пускай у него будут небольшие трудности. Потому что тогда он предается мне, моется мне. Я тебе полностью предаюсь. Это очень хорошо. И через какое-то время бедные снова забывают. Тогда Кришна совсем не против, чтобы у бредного появилась еще одна проблема. Кришна позволяет, чтобы проблемы происходили у людей бредных. Пускай эта проблема придет к моему бредному. Потому что тогда бредный снова будет молиться Кришне. Я полностью тебе предаюсь. Это хорошо. Но когда бредный полностью предан, он не молится таким образом. Потому что он уже предался. Тогда он молит только о духовной защите. Пусть же я никогда не забуду. Никогда не забуду. Никогда не забуду. Пожалуйста, защищите меня. Именно от этой опасности. А как правильно молиться Садаки? Как правильно молиться Садаке? Как правильно молиться Садаки? Вам просит защиты Господа от своих страхов и так далее. Как это делать правильно? Повторяйте. Харе Кришне. Это молитва. Вы не должны выдумывать себе молитвы. Вы можете брать молитвы чистый предок. Использовать эти молитвы. И постоянно повторять Харе Кришне. И если есть какая-то опасность, Садвака может молить Кришну о защите. Все. Но полное предание. Это как ребенок. Вы никогда не видите, что ребенок молится своим братьям о защите. Он и так полностью предан. Для него нет ничего другого. Я думаю, здесь мы закончим. У нас еще целая программа впереди. Ари Кришне. Ари Кришне. Спасибо вам. Спасибо.